Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна и сегодня мы с вами будем отвечать на негативные комментарии, которые мне писали под видео про увеличение губ, их было очень-очень много, большинство из них нелепые и смешные, и я решила ответить людям, которые выливают свой хейт в интернете, на ютубе. Таких очень много, особенно на русскоязычном ютубе, поэтому мне захотелось ответить именно про губы, потому что почему-то тема увеличения губ на постсоветском пространстве воспринимается что-то как просто экстраординарное, хотя во всем мире это просто такая же рядовая ситуация, как пойти запломбировать зуб, и от того, что вы допустим пломбируете зубы, ходите, вы не становитесь какими-то неестественными, но почему-то именно тема увеличения губ, она очень сильно волнует умы женщин, 99%, которые мне оставляют негативных комментариев про губы, это оставляют женщины, большинство из них, конечно же, без фотографии, но бывает, девушка оставляет с фотографиями, поэтому, я думаю, вы мой намек поняли, поехали. Первый комментарий, если бы вы погуглили, увидели бы, что этот хирург, Эмильян Браудеш, шарлатан без медобразования, сейчас ваши губы выглядят как с биогелем, неестественно мешать дикции и мимики, а в будущем, возможно, рубцевание и другие неприятные последствия. Дело не нравится или нет, а в том, как это будут воспринимать клиенты, мои клиенты, которые будут ходить на окрашивание, как они будут воспринимать это, что воспринимать, что я увеличила губы, девочки, у меня 80% клиенток, у них что-то сделано, губы, зубы, нос, еще что-то, но как будут воспринимать это клиенты, что их мастер увеличила губы, я думаю, что нормально, его обморок, они не упадут. Дальше эта же девушка пишет, как с нейл-артом, если он у мастера есть, я развернусь и уйду, потому что чаще всего это показатель людей с интеллектом ниже среднего. Действительно, зачем же развивается вообще нейл-индустрия, почему существуют миллионы просто курсов по рисованию, почему же у очень многих дорогих премиальных салонов тоже есть нейл-арт. Непонятно, да, просто если видишь нейл-арт, разворачиваешься, выходи, это все бред, это ограниченное мышление. Это тот случай, когда люди делят мир на черное и белое, все, других оттенков у них не существует, и если ты сделала губы, то фу, ты неестественная, и как вообще так можно? Мне очень многие писали, допустим, в комментариях, да как ты вообще посмела увеличить губы? Мы же тебе говорили, не надо. Это вообще для меня просто смешно, мы это кто мы? То сейчас это настолько родовая процедура, будем говорить действительно, как сходить запомбировать зубы, если вы идете лечите свои зубы, почему вас никто не упрекает в том, что вы не хотите быть естественной. Это же так естественно иметь кариес. Точно так же губы, это всего лишь эстетическая процедура, точно так же почему очень многие женщины красятся, просто для того, что им так нравится, для того, чтобы выглядеть привлекательнее. И в этом нет ничего такого ужасного. Дальше. Какой надо быть, чтобы пойти к ученицам Брауде? Я просто не к ученицам Брауде, я просто к врачу, который делает губы в максимально волюмизирующей технике. И меня, в принципе, как клиент, меня абсолютно не заводят все эти интернет-споры, все эти интернет-баталии. Я пошла к человеку, у которого медобразование, который преподавал по культурной пластике. Я пошла к специалисту за тем эффектом, который я хотела получить. Итак, следующий комментарий. Что должно было в жизни измениться от того, что ты решила увеличить все губы? Конечная цель какая? Вы не поверите, но просто так, без конечной цели. Это не настолько такая вот процедура, что я должна сечь, подумать о вселенной и просто захотелось. Вы знаете, просто банально захотелось, я пошла, это и сделала. Вот и все. Срочно лечить голову, да? Мне очень многие писали, что если я решила в принципе, либо любая какая-то другая девушка решила увеличить губы, то все, срочно к психиатру, срочно наряд санитаров, которые меня должны увозить в психиатрическую больницу. Ничего, что каждая вообще вторая в большом городе ходит с увеличением губ. Каждая вторая девушка, по крайней мере из моего окружения, каждая первая, наверное, ходит к косметологу. И что в этом такого странного и удивительного, я не понимаю, почему люди так это воспринимают, так агрессивно и так навязчиво пытаются доказать точку зрения. Тело каждого человека, он может с ним делать все, что угодно. Дальше комментарии из этой же серии. Девочка, к психологу сходи, я не девочка, я Жанна. А лучше к психиатру, недовольство собой это диагноз. Ну, это вообще просто без комментариев, потому что теперь всех, кто ходит к косметологу, что всех теперь к психиатру. Но это достаточно недальневидный и достаточно, будем говорить, этот комментарий, он в себе очень много комплексов несет, что, мол, не меняйся, не меняйся, оставайся такой же, я такой же останусь. Я тоже не хочу меняться, я тоже не хочу с собой ничего делать, я тоже не хочу развиваться. Люди, которые не меняются годами, это значит только одно, что они в застое, что они либо законсервированы в своих понятиях, либо же у них нет желания как-то преодолевать трудности и менять свою жизнь к лучшему. Такие люди очень часто любят из своей зоны комфорта не выходить, и других людей тоже пытаются в эту же зону комфорта, пытаются уже загнать, да, что, мол, сиди на своем месте, сиди тихо, не высовывайся, и так хорошо. Это из того же порядка. Это все неуверенность себе, надо работать над собой, не внешне, конечно, но кто как может. Губы увеличивать не потому, что кто-то себе не уверен, но вы же зубы ходите лечить не потому, что вы в себе не уверены, правда, а просто потому, что есть необходимость. Кто-то виниры делает, что тоже от неуверенности в себе, нет, просто для того, чтобы улучшить эстетику. В наше время очень многое средство и современная косметология позволяет это сделать. Почему бы не воспользоваться этими преимуществами? Зачем сидеть в каменном веке и рассказывать, что маски из глины, там, я не знаю, за 3 рубля они отлично помогают и вообще... Нет, уже не те времена, время изменилось. В принципе, да, косметология изменилась, и люди вокруг поменялись, и такие взгляды не очень устарелы. И когда вы не развиваетесь вместе с современными какими-то веяниями, с современными течениями, то можно себя обнаружить через 20 лет, сидящих на лавочке, обсуждающих мимо проходящую молодежь. Комментарии, которые достаточно часто, в принципе, почему-то возникают на бьюти-канале. Итак, это катастрофа увеличения губ моих, да. Книги лучше почитай, поумней немного, ты себя изуродовала, а на тебя смотрят, как на зверушку подопытную. Всем просто интересно, кто до какой стадии может дойти, кто во что гора, с одним словом хлеба и зрелищ. Только сейчас это перекус и ютуб. Действительно, до какой стадии можно дойти, вкачав 1 мл гиалуроновой кислоты в губы? Просто вообще, это что-то за гранью реальности и фантастики. Вот просто ещё немного, и мне уже будут звонить журналисты и приглашать на передачи про всяких фриков. Действительно, 1 мл губы, это прям вообще целая катастрофа. Поэтому вот такие вот были у меня комментарии. Всегда благодарна подписчикам, которые меня поддерживают, которые пишут мне положительные комментарии. Всё-таки я рада, что большинство девчонок на моём канале именно такие, современные, развивающиеся, и которые понимают, что современная косметология, она не стоит на месте. Сейчас есть очень много преимуществ, и в том, что девушка хочет увеличить губы, потому что она хочет что-то сделать с собой. В этом нет ничего страшного, странного, и не нужно сразу же всех загонять на приём к психологу, либо к психиатру. Надеюсь, я вас повеселила такими комментариями. Нравится вам эта рубрика или нет, напишите мне, пожалуйста, мне будет очень интересно. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok